Боишься блокировок криптовалютных бирж из-за санкций? Боишься проснуться и понять, что потерял все деньги? Тогда регистрируйся на топовых биржах, не поддерживающих санкции, в описании к этому ролику и получи 20% кэшбэки торговых комиссий в долларах для своего аккаунта навсегда. Сэкономленные деньги – это заработанные деньги. Всем привет, дорогие друзья, с вами CryptoWatchMaker и сегодня мы с вами поговорим о децентрализованных сеточных ботах. Да, вы не ослышались, теперь ботов можно запускать не только на централизованных биржах, но и на DEX. Узнал я об этом буквально недавно только сам, увидел все это дело на PancakeSwap, здесь открываем сделки, нажимаем «Бессрочные», это у нас кстати говоря PancakeSwap, ссылочка будет в описании на PancakeSwap, и переходим вот в такое окошечко, где у нас будут изначально бессрочные фьючерсы. То есть это фьючерсная торговля на децентрализованной бирже с кредитным плечом, кстати говоря, аж до 200, но я ни в коем случае не рекомендую вам использовать плечо более 10, максимум 20, если это биткоин, она лучше вообще даже на биткоине не использовать больше пятого плеча, потому что, как показывает практика, неосторожная работа с плечами приводит к сливу депозита. Ну так вот, нас то больше интересует здесь сетка. Открываем сетку, видим, что New это новшество на PancakeSwap и при подключении кошелька мы видим, что можем подключить довольно большое количество кошельков, но запрос подписи приходит от Apollo X. Ну и тут я решил подумать, посмотреть, кстати говоря, вот Apollo X App. В общем, немного изучив вопрос, я понял, что это у нас все-таки Apollo X, то есть PancakeSwap подключает нас к Apollo X и просто использует свой интерфейс. Кстати говоря, при этом здесь мы можем использовать Ethereum и BNB сеть, но если зайдем на оригинальный Apollo X, у нас здесь появится еще и сеть Arbitrum. Так что зачем пользоваться посредником? Заходите сразу на Apollo X и ссылочка будет в описании. То есть, если вы будете заходить на Pancake, вы все равно будете подключаться к Apollo X. Тогда почему бы сразу не подключаться к Apollo X? По торговым парам мы видим, что у нас здесь довольно много торговых пар. Для фьючерсов прошу обратить внимание, что пары здесь не спотовые, а фьючерсные, поэтому такое количество пар для фьючерсов, в принципе, это немало, это нормально. Тем более, что нас интересуют больше топ-10 какие-то монеты CoinMarketCap, Bitcoin, Ethereum, BNB, Cardano, XRP и так далее. Ну, естественно, я посмотрел и эти все пары здесь присутствуют. Как это работает? Вы подключаете свой кошелек, выбираете стратегию, авто или вручную, long, short, перекрестная либо изолированная маржа. Невозможно настроить режим изолированной маржи в режиме мультиаккаунта. Изолированная почему-то не переключается. Выбираем кредитное плечо вплоть до 200-го, даже на сеточной торговле, друзья. Но, естественно, я не рекомендую вам использовать в сеточной торговле, ну, максимум более 10-го плеча и то, если это Bitcoin. На других монетах не используйте 10-е плечо ни в коем случае, максимум 5-е плечо. Ну и в любом случае это на ваш страх и риск. Естественно, выбираем здесь арифметическую или геометрическую прогрессию. Я вам говорил, что это такое. Геометрическую лучше всего использовать на устойчивом бычьем тренде, когда у нас цена максимально растет. При геометрической прогрессии цена будет проходить немного большее расстояние по графику и за счет этого у вас получится больше прибыль. Ну и чем выше будет подниматься цена, тем больше прибыли с каждого гряда вы будете получать. В арифметическом же варианте он подходит для флэта или наоборот даже для падения, потому что каждый грид на одинаковую сумму в долларах. Естественно, выбираем нижнюю и верхнюю цену, количество и запускаем бота, друзья. В общем, все то же самое, что на Binance, на Okix, на Kucoin, на Bybit, то есть на всех этих фьючерсных сеточных ботах все то же самое, только децентрализовано. Потому что в связи с крахом биржи FTX народ сейчас очень активно выводит деньги с бирж и поэтому вы можете себя не ограничивать, не бояться, что у вас уведут деньги, а просто перевести их на свой метамаск или на какой-то другой кошелек, подключиться к DEX, децентрализованной бирже и продолжать торговать с сеточными ботами и не бояться, что у вас кто-то уведет деньги. В целом, если посмотреть на график, то есть на часовой и посмотреть на фитили, на тени свечей, то я не вижу здесь каких-то глобальных отличий от графика Binance, который у меня вот открыт здесь слева на мониторе. А это значит, что ликвидности здесь вполне хватает и каких-то сквизов, которые могут ликвидировать нашу позицию, я не наблюдаю. Ну и в конце концов, если у вас конкретно есть опасения по поводу централизованных бирж и вы вообще там не торгуете, но при этом не хотите сильно в фьючерсы лезть, вы можете выбрать просто первое плечо, минимальное, да, и торговать просто без плеча. То есть вы не берете деньги в долг, а значит точки ликвидации у вас не будет. Таким образом, можно безопасно торговать и на фьючерсах в том числе. Так что, друзья, если вы хотите уходить от централизованных бирж и торговать на DEX, пожалуйста, ссылочки в описании, заходим и торгуем. Ну а на сегодня все, всем спасибо, всем счастливо, всем пока.